Вторым пунктом мы с вами разберем создание вкладок на нашей странице. Итак, давайте познакомимся с вкладками на нашей странице. Обратите внимание, что наша страничка, она очень похожа по своей конфигурации, по своей архитектуре на обычный блог. На нашем блоге у нас с вами есть лента, которая публикуется на главной странице анонса наших статей. Эти анонсы идут в обратном порядке. Последняя запись публикуется первой. Точно такой же принцип публикации на странице Facebook. Но лента, на которой мы видим с вами статусы, она у нас расположена с правой стороны. А вот с левой стороны у нас расположен как бы сайтбар. Что мы располагаем в блоге на сайтбаре? Мы располагаем какую-либо статичную информацию. Вот эта статичная информация или какие-то подписные формы, или какие-то определенные такие моменты, которые дают какую-то информацию конкретно о вас, вы можете зафиксировать вот на этой левой колонке вашей странички. Такой блок на нашей странице, который дает возможность публиковать актуальное видео. Это видео конкретно видно сразу человеку, который приходит на вашу страничку. Он переходит на просмотр этого видео и получает определенную информацию. Обычно здесь публикуют какую-либо информацию, которая также продолжает призыв к тому действию, к тому продвижению вашего бизнеса, который вы, собственно говоря, декларируете на этой странице. Так вот, если мы будем спускаться дальше по нашему сайтбару, то мы увидим вот здесь такие приложения. Посмотрите, что это за приложение. Ну, например, вот такое приложение – это мой канал YouTube. Если вы зайдете на любой блог, то вы увидите там тоже виджет с выходом на канал на YouTube. Вот здесь вот у меня есть такая рассылка плагины для блога. 10 обязательных плагинов для блога. У меня же страничка, она заточена для людей, которые создают блог. Поэтому 10 обязательных плагинов будет им, ну, достаточно интересно этим людям. Зачем я здесь это поставлю? Когда человек заходит на эту страничку, вот давайте мы сейчас на нее перейдем, то на этой страничке он увидит подписную форму. Вот это вот мы смотрим с точки зрения администрации. А вот это вот то, что будет видеть человек, который сюда перейдет. Видите, он видит здесь небольшой хедер. Он видит здесь вот такой вот призыв конкретный, о чем, собственно говоря, эта подписка. И будет иметь вот такую форму подписную. То есть я таким образом что делаю? Я таким образом пополняю собственную базу подписчиков. Итак, переходим обратно на страницу и смотрим дальше. Здесь вот есть такой небольшой вкладочек. То есть вы можете там сделать некоторые действия и узнать немного о своем характере. Ну, такой для каких-либо развлечений, да. Вот давайте сейчас мы с вами посмотрим, каким образом мы можем создавать такие вкладки. Значит, вкладки ваши будут находиться с левой стороны. Вы должны будете установить здесь красивые какие-то картинки, чтобы эти картинки привлекали внимание, как это сделать. Сейчас мы с вами посмотрим. Итак, с чего мы начинаем? Вот смотрите, у нас здесь в правом верхнем углу есть такая кнопочка «Настройки». Когда мы выходим через эту кнопочку, мы видим вот здесь у нас есть ссылочка, опция, которая называется «Приложение». Вот эти приложения у нас, у тех, у кого уже поставлены они, они вот здесь вот таким образом уже отображаются. Что я могу здесь сделать? Я могу здесь с этими приложениями работать. И я могу еще их добавлять или удалять и так далее, да. Значит, смотрите, здесь перечислены добавленные приложения. Facebook сейчас очень ужесточил работу со своими страницами. То есть он старается полностью получить все данные от человека, который там работает, и так, чтобы не было никаких таких неприятных моментов, которые вывели бы на Facebook, ну, какие-то криминальные какие-то вещи. Поэтому он постоянно проверяет ваш статус, живы вы или не живы, вы это или не вы это, как часто вы заходите на страницу, работаете вы на этой странице или нет. То есть он все время проходит, вы проходите такую фильтрацию, будем говорить. Я почему об этом говорю? Потому что сейчас вы можете, зайдя на свою страницу, не сразу установить приложение. Потому что Facebook может вас проверить, он может вам выдать определенную информацию, вы должны будете пройти по определенным шагам, чтобы Facebook понял, что да, вы действительно живой человек и действительно владеете этой страницей. Поэтому не пугайтесь, если вам сначала Facebook выдаст какой-то запрет. Может быть, такое сейчас вполне. Еще один момент. Facebook сейчас не работает так, как он работал, например, там 10 месяцев назад. Сейчас у него такая работа серьезная идет. И эта серьезная работа заключается в том, что он обязательно проверяет вот через это предложение. Вот это предложение называется VooBox. Я вот сейчас просто его скопирую сюда. Как вы выйдете на этот VooBox, вы зайдете вот сюда, в строку поиска, введете этот VooBox. Вы выберете приложение именно для табов. Вот он, таб. Вы заходите в это приложение, и он просит вас инсталлировать вашу страницу. То есть провести инсталляцию, зарегистрировать как бы вашу страницу. Значит, мы проходим инсталляцию. У меня уже, видите, появилось красное вот такое предупреждение, потому что у меня все это пройдено. А вы просто пройдете через некоторые моменты. Вот видите, так как у меня все пройдено, мне просто предлагается завести еще несколько табов. То есть я написала ОК. У меня было сказано, что у меня это все сделано. Вот я просто выхожу на эти несколько табов. Сколько табов я могу добавить? Я могу добавить табов 10. То есть 10 вкладок сделать. Ну, у меня уже несколько вкладок сделано, давайте вот, например, возьмем пятый тап. И вот у меня пятый тап разрешает мне добавить еще одну вкладку на мою страницу. Что я получаю? Я получаю вот такого вида, получаю вот такую вот информацию. И здесь с этой информацией я буду работать. Решить, где вы будете добавлять. Дело в том, что, например, если у вас несколько страниц, то у вас обязательно в e-box спросят, на какой странице вы будете добавлять эту вкладку. Значит, вот где выбирать вкладку, это вот здесь вот наверху. Вот вы нажимаете и выбираете ту страничку, на которой вы собираетесь работать. Я, например, собираюсь работать на тестовой своей страничке, вот блок своими руками с нуля. После выбора странички мы с вами можем разобраться, какие табы у нас есть, посмотреть, какие уже табы есть и какие табы мы можем добавить. Для этого нам нужно нажать вот на эти две стрелочки. Нажимаю на эти две стрелочки. И у меня появляются вот те табы, которые я пробовала делать. Каждый из этих табов я могу посмотреть статистику и я могу выйти на его редакцию. Я могу добавить новый таб. Вот посмотрите, видите, я здесь нажала и мне предлагаются новые табы. Я могу добавить вот такой HTML Fungate таб. Я могу выбрать, например, таб Pinterest. Я могу объединить с Twitter, могу объединить с Instagram. Я этого делать сейчас не буду. Я объединяю с YouTube. Я выбираю вот этот таб. И вот он у меня, этот таб появился. Теперь смотрите, я выхожу на работу с ним, да. Что я здесь должна сделать? Что у меня здесь, какие поля мне нужно заполнить? Значит, смотрите внимательно. Мы в первую очередь, у нас должен быть открыт канал YouTube. Вот давайте сейчас мы зайдем на канал YouTube. И здесь, на этом канале, вот мой канал, да, обязательно сделайте следующее. Обычно у нашего канала сделана уже хорошая ссылка. Вот у меня такая ссылка Смирнов Ирина, да. Я для того, чтобы на этот канал у меня отобразил чистую ссылку моего канала, когда я захожу на YouTube, я нажимаю вот на эту ссылочку. Ирина Смирнова. Если у вас здесь какая-то грязная ссылка открыта, то имейте в виду, что получить чистую ссылку, вам нужно нажать вот на эту ссылку, имя вашего аккаунта. Вот эту часть, вот этот кончик, в данном случае у меня Смирнов Ирина, я копирую и заношу вот сюда. Что я делаю дальше? А дальше вот здесь я вставляю ссылочку какого-либо видео, который в актуальном в начале моего канала на страничке. Как я это делаю? Я захожу опять на свой канал. Ну, например, вот открываю вот это вот, это видео, вот 7-минусное. Вот так вот копирую ссылку в окне, захожу на страничку, вставляю эту ссылочку сюда и пишу Save Setting. Все, я создала эту вкладку, вот она у меня, эта вкладка есть. Теперь смотрите, что дальше. Если я хочу, чтобы это отображалось у меня на мобильных устройствах, я вот сюда вот переношу вот эту кнопочку, включаю ее. Как я могу перенастраивать собственный канал? Я могу зайти вот сюда, Tab Setting, и посмотрите, что я здесь могу сделать. Первое, что я могу сделать, это вставить вот сюда какую-то картинку. Вот эта вот картинка у меня здесь есть, она в принципе нормальная, ее можно оставить. Но вы можете сюда установить определенную картинку. Размеры картинок, размеры этой картинки у нас даны вот при наведении курсора вот на этот вопросительный знак. 111 пикселей на 74. Имейте в виду, что загрузится сюда эта картинка только тогда, когда вы сделаете превьюшку, вот эту картинку, ровненько, 111 пикселей на 74. Если у вас будет 75, картинка будет загружаться очень плохо. Имейте это в виду. Чтобы заменить картинку, надо нажать на Change, и пойдет у вас замена. Как вы называете свой канал, вы можете это сделать вот в этом окне. Но я так и напишу мой канал. Пишу сохранить настройки. Все, настройки сохранились. Теперь я выхожу на свою страничку, обновляю ее. Вижу вот здесь вот вкладочки. Все вкладки сейчас можно найти в главном меню вашей страницы. Вот оно, это главный меню. Если вы нажимаете вот сюда еще, то видите, появилась у меня вкладочка, которая называется «Мой канал». Я кликаю на эту вкладку, и у меня загружается мой канал. Вот он, мой канал. Он здесь загрузился со всеми вот этими моими вопросами. Давайте посмотрим, какое видео у меня будет здесь отображаться. Отображаться будет дата публикации. Вот это вот страничка, вот это, извините, видео, которое здесь у меня будет отображаться. Если я зайду на другую свою страничку, то есть страница, которая у меня вот все для начинающего блогера, то здесь мой канал у меня загружен с другим видео. Внешне он выглядит точно так же, но видео – создание баннера. То есть совсем другое видео. То есть вы можете создавать столько страниц, сколько вы считаете нужным. То есть количество страниц не ограничено. И на каждой странице вы можете ставить совершенно разные в своем канале вот эти вот первые акцентированные видео. Итак, значит, канал YouTube мы с вами создали. Теперь давайте я эту страничку закрою. И еще раз выйду в настройки. В настройках выходим в приложение. И в приложении у нас с вами уже стоит наша страничка с YouTube. Имеете в виду, что вы можете перейти в данном случае к приложению. Отсюда вы можете изменить настройки. Но мы сейчас хотим еще добавить сюда вкладку «Приветствия». Поэтому мы опять заходим вот сюда в UBO Customs. У нас есть это приложение, оно уже загружено. Кликаем на иконку, вот на эту. И попадаем в наше приложение. Итак, здесь мы смотрим, что у нас идет настройка на нашу страничку, на которой мы хотели работать. И вот все те наши странички, с которыми вы могли бы... Приложение, которое у нас установлено. Значит, я могу здесь отредактировать какую-либо страницу. Я перехожу к редакции вот этой страницы. Что это за страничка такая? Видите, в этой страничке я могу сделать буквально все. Я могу вставить сюда HTML-код. Убрать HTML-код, вот так вот, нажав сюда на источник, сделать его неактивным. Источник в данном случае является HTML-код. Я могу здесь полностью создать страничку, используя вот этот вот редактор. Но я покажу вам так, как сделать страничку буквально с подписной вот такой вот формы. Значит, вы выходите сюда. Здесь вы делаете что? Вы заготавливаете, ну, например, из какого-либо рассылщика. Вот у меня такой рассылщик JustClip, я с ним работаю. У меня есть, например, такая страница, которая называется «Школа». Вот здесь точно такой же, посмотрите, редактор, как у нас сейчас в нашем приложении. Вот в данном случае я сейчас нахожусь в HTML-коде. Но нажимая, когда на источник, я вижу свою страничку, подписную страничку, ту подписную страничку, которую я сделала на определенный курс. Вот если я сейчас сделаю предпросмотр, вот посмотрите, вот он предпросмотр, то в этом предпросмотре я увижу вот такую страницу. Видите, вот она, эта страница на подписку на бесплатную школу начинающего блогера. Вот такая страничка, видите? Она с подписной формой, все как положено здесь есть. Значит, я хочу такую же страничку вывесить у себя на моей странице в качестве приветственной странички. Значит, что я делаю? Я перехожу в источник, выделяю полностью этот HTML-код, копирую его и перехожу в то приложение, в котором я работаю. И вставляю вот сюда этот код. Сохраняю. Пишу. Ну, я могу уже прямо здесь посмотреть, что у меня получилось. Вот она у меня получилась. Видите, форма, все полностью здесь есть. Что я делаю дальше? Я сохраняю этот код. А теперь выхожу на настройки. В настройках я могу сюда загрузить такую же картинку и желательно это сделать. И я называю как-то эту вкладку. Ну, пусть в данном случае она называется Welcome. А я здесь, например, напишу Приглашаю в школу. Ну, естественно, вам нужно будет здесь такую же, где-то соответствующую картинку загрузить. Я ее сейчас загружать не буду. И сохраняю эти настройки. Теперь выхожу на свою тестовую страничку. Обновляю ее. Выхожу вот сюда во вкладке. И видите, у меня появилась новая вкладочка, которая называется Приглашаю в школу. Я захожу сюда и вижу то, что мне нужно было. Ну, вот здесь, видите, надо немножко подкорректировать двумя тегами. Центр, чтобы они встали по центру. Имейте в виду, что очень важно, чтобы ваш вот этот рисунок, эта картиночка, чтобы она у вас была узкой. Потому что, как видите, страничка здесь достаточно узкая. Значит, если вы возьмете широкую страницу, она у вас будет плохо отображаться. Итак, вот такую страницу мы с вами сделали. То есть, вот такая вот есть возможность у нас с вами. Давайте выйдем на страницу. Вот такая есть возможность у нас с вами все это сделать. Теперь посмотрите. Еще один момент, на который надо обратить внимание. Вот сейчас я выхожу здесь в вкладке. И посмотрите, у меня есть возможность управлять вкладками. Прежде чем уйти на управление вкладками, я вам покажу, что здесь, видите, у нас появился Welcome, то есть, три вкладочки, они совершенно разные. YouTube здесь пропал, как видите, да. И вот какие-то вкладки здесь появились такие, которые, ну, неинтересные вкладки. Что я могу сделать? Я выхожу вот сюда в Управлять вкладками. Вот они вкладки. И перетаскиваю вот эту вкладочку на самый верх. Вот сюда вот. Имейте в виду, что вот эти вот четыре вкладки, они стандартные здесь стоят. И приглашаю в школу, тоже перетаскиваю вот сюда. У меня обновляется страничка. Я спускаюсь вниз и вижу вот, что мои вкладочки, видите, здесь все переставлены. Спасибо.